В центре внимания животноводство. Итоги работы отрасли за пять месяцев текущего года обсудили в ходе областного семинара совещания, который прошел на базе Барановичского района. Перспективы дальнейшего сотрудничества с китайской провинцией Хубэй обсудили в городском исполнительном комитете. Делегацию из КНР принимали в Барановичском горосполкоме. В честь профессионального праздника во Дворце культуры текстильщик состоялся торжественный прием медицинских работников. Лучшие из них были награждены грантами, грамотами и благодарственными письмами. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В центре внимания животноводство. Итоги работы отрасли за пять месяцев текущего года и задачи по сохранению темпов производства продукции животноводства обсуждали в ходе областного семинара совещания, который прошел на базе Барановичского района. Работу семинара возглавил председатель область полкома Анатолий Лис. Подробнее в первом репортаже выпуска. Производство молока – основа экономики сельхозпредприятий Брестской области. Регион – один из лидеров молочного животноводства в Беларуси, поэтому и внимание к этой отрасли постоянное. Участие в семинаре приняли руководство специалисты область полкома и подведомственных организаций, председатели райсполкомов, начальники управления сельского хозяйства и продовольствия, руководители молокоперерабатывающих заводов и сельскохозяйственных организаций, главные зоотехники и ветврачи. Рассматривались разные составляющие работы отрасли. Не случайно семинар проходит в Барановичском районе. Барановичский район неплохо выглядит и в прошлом году они меньше пострадали от погодных условий, то есть засуха их не так коснулась, поэтому кормовая база у них получше. Ну и вот есть такие хозяйства, которые мы сегодня посещаем, которые за прошлый год надоело 9200 на корову. Это уже мировой уровень производства молока и поэтому, конечно, Барановичский район в целом работает хорошо. Участники семинара посетили барановический филиал Брестплем предприятия. Сегодня здесь имеется 24 быка-производителя галштинской породы мировой селекции, оцененных по качеству потомства в стране происхождения и имеющих высокие показатели международной оценки, и 24 геномно-оцененных быка, продукцию которых реализовывают как оцененных по качеству потомства. Здесь основной упор был сделан на аспекты работы по повышению генетического потенциала скота в области. Оцениваю положительные результаты, которые достигнуты в животноводстве и прежде всего в молочном скотоводстве. Они у нас неплохие, одни из лучших в республике, поэтому говорить о том, что мы плохо работаем, нет оснований. Вместе с тем у нас еще много проблем, которые, ну и объективные проблемы, которые были в прошлом году, это нехватка кормов, меньше значительно было заготовлено, поэтому приходилось изыскивать варианты, чтобы не снизить, значит, продуктивность. Ну а второе, сегодня не все используют тот момент, который благоприятный погодные условия этого года, то есть трав у нас достаточно, поэтому значительно можно было бы подтянуться некоторым районам, хозяйством, и об этом сегодня мы будем очень серьезно говорить. На примере молочно-товарной фермы «Северюки» птицефабрики «Дружба» участники семинара рассмотрели работу по соблюдению технологий в животноводстве, ознакомились с организацией дифференцированного кормления коров в зависимости от их деления по технологическим группам. Надо сказать, что удойная ферма – одни из самых высоких в области. За прошлый год получено 9200 литров молока от коровы. А это уже европейский показатель. Участники семинара могли ознакомиться и с экспозицией, которую птицефабрика недавно представляла на международной выставке «Белагра-2016». Мы представляли свою высокопродуктивную коровку по кличке Даренка на международной 26-й выставке «Белагра-2016». Наша победительница заняла второе место по третьей лактации. Коров оценивали по экстерьеру, по вымени, чтобы были хорошо выражены молочные вены, чтобы по продуктивности все это входило в оценку. Представлено было 6 областей по 4 лактации коровки. Наша заняла второе место. Надеемся, поедем в следующем году, займем первое место. На молочно-товарной ферме «Севрюки» не только высокие удои, но и высокое качество молока. Практически вся продукция класса «Экстра» здесь главную роль играет безусловное выполнение технологии. К сожалению, еще есть упущение и в технологии содержания, доения, кормления. То есть эти вопросы все мы сегодня будем рассматривать. Почему так остро заостряем этот вопрос? Сегодня самое прибыльное в животноводстве – это молоко. Оно востребовано. У нас мощностей для переработки в области достаточно. Мы производим хорошую продукцию конкурентоспособную не только на нашем рынке, но и за пределами республики. Поэтому вот это очень важно сегодня. И мы должны не падать, наращивать объемы производства молока. Более детально работу животноводческой отрасли обсудили на пленарном заседании. Вначале подвели итоги работы и наградили победителей. Лучшим среди районов был признан Барановичский район, среди сельхозпредприятий – Агрокомбинат МИР. На заседании акцент был сделан на работе районов, которые снизили объемы производства молока, а главное – определили меры, которые необходимо применять для наращивания темпа. Уважаемые телезрители, во время проведения Пятого Всебелорусского народного собрания будет работать горячая телефонная линия. 22 июня с 11 до 18 часов и 23 июня с 10 до 13 часов. Каждый желающий может позвонить по многоканальным телефонам, которые вы видите на экране, чтобы задать интересующие вопросы и высказать свои предложения. Перспективы дальнейшего сотрудничества с китайской провинцией Хубэй обсудили в Барановичском горосполкоме. Делегацию из КНР, в составе которой представители городов Сянь-Нин и Чиби, принимали в Барановичском горосполкоме. Подробности в материале Елены Громадской. В этом году исполняется 15 лет с момента установления побратимских отношений Барановичей с китайским городом Чиби. Отношения поддерживаются в самых разных сферах. Придать им новый импульс должен визит китайской делегации. В ее составе представители администрации городов Сянь-Нин и Чиби, а также руководители ведущих чайных компаний провинции Хубэй. Опыт сотрудничества с Китаем в нашем городе есть. Есть на сегодняшний день белорусско-китайское предприятие по обслуживанию локомотивов, электровозов. Они сегодня довольно-таки успешно функционируют, это предприятие. Было у нас сотрудничество и в медицинской сфере. Тем не менее, оно на сегодняшний день прекратилось уже где-то несколько лет назад, но я думаю, что именно вот то, что сегодня посетили наши гости и учреждения медицинские, и наш Барановический государственный университет, значит, ну, в какой-то мере возобновление сотрудничества тут, конечно же, будет обязательно. Перед приемом в горосполкоме гости посетили роддом и городскую больницу, Барановический университет, а также ряд торговых организаций. В малом зале горосполкома состоялась презентация документального фильма об инвестиционных возможностях Барановичей на китайском языке. Кроме того, руководители крупных промышленных предприятий города, БПХО, молочного комбината, Торгмаша выступили с предложениями о сотрудничестве. Сегодня Китай – значимый игрок на мировом рынке, как экономическом, так и политическом. Так что нынешняя встреча – это стратегически обдуманный, взаимовыгодный шаг. Баранович – очень молодой, активный и красивый город, и даже не хочется его покидать. Мы здесь увидели поликлинику, больницу, и руководство города Барановича нас очень хорошо принимало, и мы чувствуем себя у вас как дома. Надеемся, дружба между нашими городами, Чиби и Барановичи, будет развиваться. Каждый визит, конечно же, что-то привносит новое в развитии отношений, потому что, наверное, и города общаются, и дружат тогда, когда общаются люди, и не только руководители, но и бизнес, но и простые горожане, когда осуществляется обмен творческими коллективами. Ну, а приехала делегация очень такая представительная. Приехали руководители и города Чиби, ну, и руководители города Синин, и вместе с ними приехали ряд бизнесменов. В основном это представители чайных компаний. Мы рассматриваем и обсуждаем вопросы не только реализации нашей продукции, того же молочного комбината, той же нашей производственной фирмы Белгейтс, но и вместе с тем и вопросы инвестирования в экономику Республики Беларусь со стороны китайских инвесторов, где-то вопросы кооперации совместной производственной. Ну, и, конечно, я думаю, что какие-то результаты обязательно этот визит принесут. В заключение встречи гости и хозяева обменялись подарками и сделали фото на память. Этот визит будет иметь продолжение в экономическом и культурном сотрудничестве, уверены обе стороны. Ежегодно в третье воскресенье июня, начиная с 1981 года, в Беларуси отмечается День медицинских работников. Его празднуют более 6 тысяч жителей нашего города и района, которые трудятся в медицинской сфере. Накануне этой даты представители власти города традиционно честуют врачей, средний и младший медперсонал. Труд медика всегда был и остается одним из самых уважаемых в обществе. Именно благодаря медикам мы появляемся на свет, им мы обязаны своим хорошим самочувствием и настроением. И сегодня здесь, в ДК Текстильщик, собрались лучшие представители этой профессии. На сегодняшний день в Барановичском регионе функционируют около 20 учреждений здравоохранения. И на торжественном приеме, посвященном Дню медицинского работника, присутствовали представители каждого из них. Не только врачи, но и младший и средний медперсонал. Заместитель председателя Барановичского горосполкома Алексей Гарбус, который первым обратился со сцены к собравшимся, не применул сказать о том, что на сегодняшний день наше здравоохранение – многопрофильная и многофункциональная система, которая по показателям своей работы занимает лидирующие позиции в Брестской области. Многое сегодня делается у нас для развития медицинской отрасли. «Мы завершили строительство гинекологического корпуса городского родильного дома, на что направили 191 миллиард рублей. Мы завершили реконструкцию приемного отделения хирургического корпуса городской больницы. Завершили строительство лифтово городской поликлиники номер два. Постоянно закупаем новое медицинское оборудование. Развиваем высокотехнологичные методы диагностики и лечения наших людей». В этот день власти города отметили грантами работу лучших медиков нашего города. Среди них – заведующий гинекологическим отделением номер два родильного дома Лариса Маликова, которая, как признается сама, начала мечтать о работе врача с самого детства, глядя на своего дядю-медика. «Мне очень нравилось то, что когда он приезжает, он осматривал практически всю деревню. И люди с таким удовольствием спрашивали, когда же он придет, когда он поможет и окажет помощь. И вот это чувство такой удовлетворенности, которую получали люди после осмотра, а он был очень обходительный, внимательный, мне осталось на долгое время. И мне хотелось подражать ему. Вот и с тех пор я старалась учиться хорошо, школу окончила с медалью и поступила в институт. Я, конечно, ни грамма не жалею о том, что я стала врачом. Не жалею о том, что прошла курс от врача участковой больницы, где мы с мужем работали в течение трех лет. Но желание быть акушер-гинекологом меня никогда-то не оставляло». С малых лет начал интересоваться медициной и еще один обладатель гранта городского исполнительного комитета – главный врач городской больницы Александр Ткачев. «В медицину я пришел, у меня был дядя, который был болен. У него было заболевание. В молодом возрасте он перенес инфаркт миокарда. Это послужило толчком для того, чтобы я пошел в медицину. Хотел быть сразу кардиологом. Когда поступил в медицинский институт, проучился там четыре года, решил для себя, что с кардиологом с меня будет некудышный. И решил, что я буду все-таки хирургом. И вся моя трудовая деятельность началась с хирургии, сбрана на городской больнице. В каждой профессии должна быть любовь. Мне нравится, допустим, помогать людям. По крайней мере, скажем так, в хирургии это явно видно сразу, то есть твоя помощь. Ты скажешь, сделал операцию, если удалил тут, допустим, гнойный аппендицит, то пациенту становится сразу хорошо. Буквально на первые-вторые сутки пациент уже идет на поправку». Всего этой высшей наградой грантов горисполкома были удостоены 10 медиков – работники поликлиник и больниц, стоматологии, родильного дома и станции скорой неотложной помощи. Труд еще нескольких десятков медиков был в честь профессионального праздника отмечен грамотами и благодарственными письмами городского, районного и областного исполнительных комитетов, а также советов депутатов. Теплые слова в адрес коллег сказали и руководители учреждений здравоохранения. «Ведь именно благодаря работе каждого из этих людей – хирургов, педиатров, инфекционистов, стоматологов, акушерок и медицинских сестер – наш город добился чудесного и вселяющего оптимизма показателя – положительного прироста населения. По данным за 2015 год, количество родившихся на 443 человека превысило число умерших. А за пять месяцев этого года в Барановичах появились на свет уже тысяча маленьких горожан». «Эта профессия объединяет особенных людей – тех, кто своим самоотверженным трудом, отдачей, опытом и профессионализмом помогает спасти две бесценные для каждого из нас вещи – жизнь и здоровья. Я желаю всем медицинским работникам успехов, нестекаемой жизненной энергии на благо наших горожан». Этим сюжетом мы завершаем сегодняшний выпуск. Впереди реклама и прогноз погоды. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok